Ребятки, всем привет! Это Текмнёв и сегодня выпуск, который, я думаю, вы ждали. Как раз-таки про те самые чёрные плашки DDR4 с таинственной надписью PIONEER. И вот перед тем, как начать, давайте немножко пофантазируем. Представим, что где-то там на востоке, вне рисовых технологий, ребята из компании Hynix получили задание. Типа вот, ребятульки, у нас остались чипы, которые не самые-самые лучшие. Давайте их кому-нибудь впарим. И вот эти вот ребята с Hynix начали бегать по разным вендорам, брендам и нашли наконец PIONEER. Потому что у PIONEER нету ведь памяти до сих пор, у остальных-то у всех практически есть. И ребята из PIONEER начали выпускать память. И то, насколько это хорошая память, в этом видео вы узнаете. И, в общем, присели поудобнее, видос будет очень короткий, потому что особо-то не о чем разговаривать. И, в общем, поехали. Если честно, понять, чем руководствовались ребята из PIONEER, я не могу. Потому что памяти на закупе стоит 33 бакса вроде как. При этом данные будут еще на экране, как стоит память конкурентов на закупе. Samsung зеленый с той же самой частотой 2666, который, да, гонится не очень хорошо, но в стоке имеет показатели лучше. Стоит дороже всего на 5 долларов. 5 долларов это 350-400 рублей. Ну, вот где-то так, потому что курс все-таки скачет. И вот здесь у нас PIONEER на Хайниксах. Что за Хайниксы, особо-то непонятно, потому что даже там Хунбернер ничего не выясняет. И самое ужасное то, что эта память в стоке 2666 МГц с таймингами вот к 20, к 20, 2020 год. Какой нафиг тайминги к 20, когда нужно, чтобы 2666 работали ну хотя бы на 18, как у Samsung. И вот здесь возникает очень жесткий диссонанс, зачем так делать. И я подозреваю, что вполне вероятно, это не самая адекватная, хорошая память в плане вот именно чипов. И поэтому прибегли PIONEER или может быть Хайникс, не знаю кто именно делал эту память, к таким вот неоднозначным мерам. Я решил проверить, что может эта память. Для начала я занизил тайминги на родной частоте, слава богу запуск получился. Потом я попытался 3400, 3600, 3533, нет, здесь память никак не захотела работать, даже если поднимать напряжение на 1,4,45 вольта. Но все-таки память-то у нас без охлаждения, поэтому 1,35 вольта против 1,2 вольта и можно в принципе понизить тайминги. Но плюс еще можно взять, поставить 18, 17, 17, 34 и получить в принципе 3200 МГц, очень-очень даже стабильные, которые я проверил. Максимум я выжил из этой памяти 3333 МГц, что в принципе неплохо. И да, это платформа AMD, но с этой платформой память разгонялась как бы ни разу неплохо. В случае как с Самсунгами, другими Хайниксами, а здесь это непонятно что вызывает несколько диссонанс. И так вот, мой дорогой друг, если ты нарвешься на память Пионер и ты захочешь ее приобрести себе, то будь очень-очень сильно аккуратен. Потому что ее единственное преимущество, в отличие от зеленого Самсунга, это внешний вид. В общем, черные, но неоднозначные, неуверенные, невнятные модули на непонятном Хайниксе, который получился непонятно как. И данную оперативную память, как бюджетную, я вам абсолютно не рекомендую покупать, потому что есть зеленый Самсунг, есть, в принципе, Micron, который может быть на хороших чипах, есть тот же самый Хайникс, изначально с хорошими чипами, которые могут разгоняться куда лучше, иметь более низкие стоковые тайминги и, в принципе, быть проверенными, интересными решениями, а не котом в мешке с непонятными чипами. В общем, Пионер, вы меня расстроили. Оставайтесь лучше там где-то в звуке и, скорее всего, даже в вашем SSD я пользоваться не буду. А вот за то, что так получилось резать правду матку, огромное спасибо Александру и компании Saturn, где я просто приехал, взял эту память и, в общем, ребята, красавцы, что вот дали такую возможность. В общем, большой палец вверх, с вас подписка и всем пока!